Друзья, это суккуленты. Что это такое суккуленты? Суккуленты это растения, которые накапливают запасы воды в листьях и в стеблях. К сожалению, эти суккуленты достаточно обезвоженные. Видно по ним. Видно по ним, но тем не менее они выживут и когда пойдут дожди, они все расправятся, наберутся сил и будут красивые. Которые по бокам, по краям, это толстянки. Любимый комнатный цветок во многих московских и не только московских домах. Денежное дерево, символ удачи и благополучия в Китае. Вот этот вот красивый шоколадного цвета это иониум и рядом с ним тоже самое, вот эта зеленая с красными краешками. Называются еще иногда курица с цыплятами, иногда называется мексиканская роза. Вот и видно, что у них сейчас все пошло в стебель. Что ценный в суккулентах, что их можно обломить и воткнуть. И ничего ему не будет, он тут же даст корни и будет себе расти припеваючи. А вот этот, такой бутончиком? То же самое, его можно обломить и воткнуть. За что суккуленты безумно любят в Калифорнии и вообще во всех. Садоводы любят. Садоводы очень любят. Он легко размножается своими собственными силами. Абсолютно. А вот этот? А это сёдум, это маленькая такая почва покровная. Кто сёдум? Вот это вот сёдум. Сёдум. Он расползается себе совершенно благополучно, цветет мелкими беленькими цветочками и прекрасно покрывает. А вот этот как крокодила пасть, что это? Он очень похож на крокодила. Это, наверное, родственник алоэ или нашей агавы тоже. Один из самых любимых суккулентов. Когда цветет, выбрасывает в большую кисть оранжевых висячих цветов. Калибри их очень уважают. Понял. А то, знаете, бывает антенну выбросит и давай морзянкой стучать. Так, ну что, друзья, мы на поле для, как сказать, тех, кто любит собирать сам ягодки и одновременно поддержать морально и материально бездомных, которые иногда сюда приходят что-нибудь подработать. Вот написано огурцы 2 доллара. Что тут? Феннель. Феннель по трёшке. Ты смотри, что это? Сибирский кейл. 2 доллара пучок. Ну, пошли посмотрим, что у нас тут. Октябрь месяц, правильно? Пошли смотреть. Так. Летние некоторые культуры пересохли тут. Их нету больше. Нам тут рассказывают, что есть. Вот это брокколи. Так. Пошли смотреть, чего у нас тут на поле сегодня. Сказали, что клубника пересохла, когда было жарко. Они её заново пересадили. Можете представить? В сентябре пересадили. И что там у них с ягодами, никто не знает. Так. Уточки. Это мои любимые уточки, друзья. Вот они такие ласточки. Их уточек никто не обижает. Утиные яйца. Обменивают с другими фермами. Вот они. О, понабежали. Понабежали. Здорово, казаки! Вот, видите, они отвечают. Да? Скажите им тоже. Здорово, казаки, скажите. Привет, утки. Так. Привет, утки. Утки. Так. Ну, хорошо. Пойдём. А вон там кактусы какие-то. Смотрите. Друзья, чего только не растёт на калифорнийской земле. Вот, например, такое растение вы видите. Ну, я шучу. Это какие-то керамические фигули. Тут ещё коры есть. Да. Очень красивые расцветы. Так. Брокколи. Цыганское брокколи. А что цыганское? Тут где-то что-то такое мудрит? Брокколи. Это... Ну, идём. А мы что, клубники хотели, да? Ну, идём. Да. Мы вообще изначально шли за клубникой. Ну, потому что там клубники нет особо. Потому что они всё кухни. Так. А помидоры ещё у них тут есть. Помидоры очень вкусные, друзья. Очень вкусные помидоры. Зелёный лучок. Вот вы видите зелёный лучок. Это... Господи, что же это такое? Мы сейчас спросим. Так. Тут у нас есть специалисты по растениям. Так. Что бы это было за растение? Вот что это? Яроу. Это что такое? Тысячелистник. Тысячелистник. Тысячелистник, друзья. Тысячелистник. Вот он. Он лекарственный. И кроме того, он... А что, его пожевать можно прямо? Нет. Он от пол. Его сушит. Он пахнет реально достаточно. Такой резкий запах. Он отпугивает. Пахнет неплохо. Отпугивает насекомых. Вот так я его потру. Сейчас потру. Потру. И пальцы начнут пахнуть сейчас. Нам всем знаком белый тисчелестник. А, растёт вдоль дорог. Так. Здесь тысячелистник вот бывает и ярко-лимонного цвета, и красного, и оранжевого. Вот, наверное... Вы что, биологию в школе преподаете? Нет. Я занимаюсь школьным садом. А что преподаете? А преподаю английский как неродной. Так. У меня дети из Мексики, из Сальвадора. Ну, хорошие дети. Дети мало, перо. Хорошие дети. Не то, что они там с ножиком ходят? Ну, наверное, ходят после школы. По кабинету у меня не ходят. Ну, мирные, не дерутся там. Дерутся между собой. Сами не дерутся. Дерутся, в смысле, возятся или дерутся, прям дерутся, бьют? Нет. Нормальные дети. Хорошие дети. Седьмой, восьмой класс подрастут. Потом посмотрим, что из них вырастет. Понял, понял. Вот из лука вырастет только лук. А из детей неизвестно еще, что может вырастить. Да, из детей, что будем воспитывать что-то хорошее. Ну, удается воспитать? Надеюсь, что да. Разумное, доброе, вечное. О! Где, где? Вот они. О, друзья. Как-то, слушай, а это что? Я извиняюсь. Вот это что? Шишки вот эти. Это репейник. Это чего? Это репейник? Это что? Вот так, друзья, прожил всю жизнь в СССР и не знал репейника. Это не репейник. Это клещевина, по-моему. Как? Нет, это не клещевина. Нет, это я не знаю. Боже. Не знаю. Я тоже не знаю, что это, но, в общем... Да. Так. А вот помидоры. Это что-то посморное. Это помидоры. Подбери, вон один валяется на земле. Зачем же его подбирать с земли-то? Живой. Так. Тут мы видим, действительно, на поле что-то совсем перепахали. Так. А тут... Ну... Ну что, тут что-то есть. Какие-то красные ягодки есть. Я не могу сказать, что их тут много. Ну... О, нет. Слушайте. А что грех жаловаться, друзья? Вот смотри. Грех жаловаться. Ну что? Почему надо жаловаться-то? Вот, пожалуйста... Смотри, какая прелесть. Сейчас мы... А... М-м-м-м... М-м-м-м... М-мм... М-м-м-м... Хорошо. Грех жаловаться. В наше время жаловаться грех. Так. Конечно, это не то же самое, что шелы тут, они тоннами висят. ну так они не тоннами висят они штучно так только что видел тут что-то вы швы спел и больше туда нет но все-таки неплохо неплохо ты мне бросили ягодку я для вас друзья для вас я поедаю подаренную мне местным жителям ягодку но пиццаки не поймал одну не поймал друзья ничего страшного вот она красавица красотка и моё в рот сразу до плэнти взросл полно спелых полно спелых ягод грех жаловаться грех шаловаться есть люди которые жалуются вместо того чтобы пойти и съесть вкусную клубничку вон там наши туристы усталые но довольны из разных стран вот пожалуйста ну и чего вот она вот она калифорнийская лоза клубничная данном случае да хорошо не то чтобы была задача там обобрать все это поле просто гостей гуляем мы друзья обычно выбираемся куда-то когда гости поэтому мы любим когда гости туда пойдешь сюда пойдешь а когда нет гостей так вообще никуда не пойдешь друзья тут куры сидят я попытаюсь вам их показать они как-то в тенечек забились знаете вот я вам сейчас показываю цепа 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 по русски не понимают цепа 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 как вообще американские куры как они реагируют никто не знает точно вот так они тут живут друзья неплохо живут американские куры да друзья вот эти последние вене в деревне называется вертикальное зеленение где где вот это вот это рама может ее вид повесить вертикально как вы видите это вот заготовка то есть обычная сетка вот такая вот рабица или как она называется и грунт туда втыкаются маленькие суккуленты как я говорил их обламывают и втыкают потом получается по но повесят точно так же как висит при входе нас встречает это очень было модно несколько лет на без полива она немножко поливают поливают вот туда вот в этот карман вот сюда буду поливать наверное это обычный поддон на котором что-то возили и его сзади тоже сетка да вот может быть немножко мха может быть немножко какого-то другого мха ну что то что держит грунт стаборно понял и сразу они тут вспоминаются ладно пойдет расти и будет расползаться не будет очень красиво так ну смотрим где где малины очень красный красный да да но мне вот нравится вот это сено и какой-то там курятник я даже не знаю что это даже не знаю да друзья вы никогда не видели американского колхоза вот вам и помидоры кстати здесь обратите внимание тут помидорчики растут помидорчики растут с поливом или без интересно тут есть такая тут есть такая манера сажать без полива ой так а это что за дерево ну-ка прайдов мадейра гордость гордость мадейра делают из него вино что нет не делают из него вина и он привлекает опылители и пчел и бывает от нежно-голубого до густо фиолетового цвета весной выбрасывают огромные вот такие вот стрелки так уже и они все бывают усажены пчелами и весь куст гудит так потрясающими донос не кусаются ну пчелы в зависимости от того как вы с ними обращает а даже то есть даже ами в регионных штатах пчела может укусить то есть никакой либерализм там не действует так я понял вот комары здесь не кусаются то есть комары уже усвоили нормы цивилизованного общества особо не кусают овощих нет особо нет вот так нам покажут вертикальное что-то вертикальное небо в алмазах так да так хорошо что что вот вам вертикальное озеленение в полный рост вот эта самая деревянная рама которая тоже самое грунт подсыхает и поближе поближе вывода вот это вот вот она сетка она узнаете да а вот это вот стрючковатая розовая она не помирает она дано все это тоже достаточно это такие они должны быть довольно плотные и торчащие да к сожалению они превратились уже в а куда вешают вот эту вертикальную красоту куда угодно на любую стену при входе в дом можно и в дом но лучше снаружи что-то я не наблюдал не припомню свое время на цветовом садовом шоу сан-франциско до целые павильоны посвященные этому пойдем глянем на этот самый чайфс тут растет чайфс это не чеснок все-таки он чайфс ботун я к и лук лук ботун 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 это тонкие такие перья лука так вот все дачники знают что такое лук ботун а что же он пахнет чесноком а это такой слушай разновидности по выдергивает он прямо вот тут рос но между прочим этот ботун это лучшее средство от кротов и вот тут раз это мята здесь в полный рост растет мята мята друзья перечня или какая-то другая но это мята вот а лук ботун это замечательное средство для отпугивания кротов кроты близко не подходят если вокруг розы посадить этот лук так он еще называет иногда называйте надо сосаете горлик так вот и он растет так получается два то что ты имеешь лучок так он еще и отпугивается он еще от пугает о всякую всякую дрянь которая живет в почве ой господи боже а скротов польза есть какой вот уж не знаю кроме сказки дюймовочка вен там спасал заблудившуюся девушку и хотел на ней жениться я ничего не помню сначала спасал потом домогался понимаешь так вот вот они кроты вот здесь частенько выкладывают какой-нибудь хлеб свежий из местных бейкере в булочных которые там некондиционные немножко сюда выкладывать чтобы бедные люди могли разобрать она не просрочена на сегодняшние она просто не она просто них там не не совсем где-то раз где-то он там бачок у него распух там или что-то они совершенно идеальные да а вот смотрите тут это их покупатые продукты я хочу снимать музыку видео у меня works мне очень много палюны на най summon зыконно великий голос как раз вCUра да 143 тысяч поэтому ты там читал есть я считаю Сио. Сио? Какой возраст ты? Я 10 лет. 5th grade? Да, 5th grade. Ты городской? Да. Окей. Да, Санта Крыса тоже. О, это перфектно. Это юка, это тоже достаточно засухоустойчивое растение. Очень экзотическое, прекрасно цветет. Но она не как агава раз в жизни, она где-то раз в году может. А текилу тоже можно? Нет, насчет текилу не получится. А водку? Не знаю, только если под ней сесть. В московских квартирах не принято? Не знаю. Так. Я не видела ее в московских квартирах, видела только фикусы, цуккуленты и толстянки. Лимоны? Лимоны. А еще лавровый лист выращенный из семечка, найденного в пакетике. Да, неужели? Да. То есть москвичи, они такие? Они выращивают все. Слушай, а вон там вот какая-то... Это алоэ. Это прямо алоэ? Это алоэ. Из него тоже ничего полезного нельзя? Нет, это столетник, капли в нос и мазать ожоги. А еще вот он сейчас не цветет, потому что не сезон, а когда зацветет, это будут опять же красные грозди и пиршество для маленьких калибри. А что калибри так вот? Голодные что ли? Калибри бедные, им нужно столько еды и так часто, что они просто прикладываются ко всему, что красного цвета и где есть вот малюсенькая капелька нектара. Знаешь, я еще замечал? Люди многие, смотришь такой мелкий-мелкий, думаешь вообще не ест, а потребляет больше чем здоровенный мужик. Запросто. Вот это как калибри значит. Вот калибри совершенно уникальное и очень любят все оранжевое, красное и трубчатое. Стиляга. 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 Калибри это оголодавший стиляга в Калифорнии. А вот эта вот сумочка называется Fortnight Lily. Fortnight Lily это значит цветет в две недели. Fortnight это британское слово под две недели. И вот эти цветочки распускаются как часы каждые две недели. А потом? А потом вянут превращаются вот в такую вот засохшую. А вот он не успел засохнуть, вот он засох, а у него уже следующий растет. Так они растут и из малюсенького кустика вырастает вот такой вот. Так его с какой целью выращивать? Ландшафтники их любят. Они растут как трава, практически не требуют никакого полива. И на пустырях вдоль дорог и где нужно просто какое-то зеленое пятно. А вот это вот как бы оно стелется так? Это по-моему это лаванда. Это лаванда. Где? Это лаванда просто в натуре. Вот это лаванда. Это лаванда. Прошу. Лаванда. Сейчас я пальцами его потру и понюхаю. Вот она лавандочка. Вот даже цветы. Ох, как пахнет, боже мой. Вот она еще. Боже мой, как она пахнет, друзья. Да, это лаванда. Можно сушить, запихивать в маленькие кусочки. А что же она как-то выглядит странно? А не поливает же никто. Понял. А вот это вот с какими-то желудями наверху, что это? Это похоже молочай. Вот это? Это молочай. Это вырос такой молочай здесь. Друзья, как называется чард и кейл по-русски? Сейчас подумаю. Какой? Чард и кейл. Чард это свокла-монгольд, а кейл это листовая капуста. Кале или кейл по-русски. Кейл по-русски. Это тоже кейл. Но она, поскольку она нетипичная русская, она пришла откуда-то. А тут есть сибирский кейл у нас. Он похож на баклажан, действительно, цветлы, разноцветные. Слушай, какие прям слова есть. Да? Я думаю, они там так и называют кейл и чард. Это, друзья, баклажан. Вот. По-простому eggplant. Похож на яйцо. На яйцо. Вот они тут растут. И вот он вылупляется. Но он какой-то не... По-русски же это... Это необычный баклажан, как у нас там, да? Как-то он белый. Они бывают разные. И вот он фиолетовый. Ага. Они бывают разные. Но это вот типичный баклажан. Это баклажаны. И вот они пошли в разных сортов. Модификации. Вот он подлиннее. Так. Вот он. О, красавец. Красавец. Вот он тоже тут красавец. Такой вот. Это что-то восточное, может, какой-то японский баклажан. Красавцы. Слушай, а это... Желтые какие-то. Это кабачки какие-то. Или кабачки, или перезревшие огурцы. По-моему, это... Это грубо, по-моему, перезревшие. Это явно перезрело. Да. Это перезревшие. Это огурцы перезревшие. Это вот здесь баклажаны. Да. Вон они. Да. Тут есть не перезревшие тоже. Но, тем не менее, они какие-то странные. Я бы сказал, какие-то змеевидные какие-то огурцы. 50. Друзья, если вы думаете, что вот это розмарин, то это не розмарин. Хотя я сейчас, конечно, попробую. Нет, это не розмарин. Это что-то... Нет, совершенно не пахнущее. Это что-то такое мелкое белое. Ты знаешь, что? Он все-таки пахнет. Он пахнет. Но слабенько как-то. Нет, это не розмарин. Это не розмарин. Вот. А это фуксия. Опять же... Кто из них фуксия? Вот это вот фуксия, Cape Fusion называется. Ага. Вот каким-то плодом. Тут сверху. Нет, это цветы. Нет, это цветы. Это что-то похожее на ромашки. Какие-то... Это либо ромашки, либо это крюкси. Все купаются в этом самом. Вот, васильки. Вы... Неужели? Васильки разные. Они у наших... Наших васильков, друзья, насажали. Наших васильков. А васильок это, грубо говоря, сорняк? Друзья, а вот это таки да, розмарин. Давайте я возьму немножко зеленюшки. Так, ее потру пальчиками. Так. И, друзья, для вас, только для вас, я понюхаю. Если чувствуете... Ну, я чувствую себя уже индюшкой, которую пора набивать и засовывать в духовку. Дай мне понюхать. Да, пахнет хорошо. Это розмарин? Чувствую. Розмарин, только он маленький еще. Он маленький. Девки, это розмарин, только очень маленький. Да, друзья, ветераны не припомнят, что это за фигня такая. Аж... Так, чисто внешне, очень воздушная такая шишка. Она действительно мягкая. А внутри она набита вот такими семенами? Внутри у нее семена. Что? Довольно прозрачно. Так. Вон они какие. Красавцы. Пух. Как тополиный такой. Я понял. Я понял. Среди наших зрителей есть знатоки всего. И я даже себе представить не могу, чтобы нам тут же не сказали, что это такое за растение. Друзья, только не говорите по-латыни. Хорошо? И по-латыни тоже. Не, ну хорошо, скажите за чересчерточку. Да. Чересчерточку можно, а так не надо. Так. А там смотри какой-то... Какой-то... Какой-то мексиканский уголок, смотри. Какой-то аддон. Там стоит печка. Такая кирпичная. И здесь вот такой... Это пересушенный суккулентный сад. Да. Суккуленты пересушены. Вот, и суккуленты прекрасно сочетаются с калифорнийскими маками и шульцей. Кто из них маки? Ну вот они оранжевые. Оранжевые. Калифорнийский символ. Кстати, Эшольц был русским. Эшольц был русским. И кто из них Эшольц? Эшольц это был русский ботаник. Так. На одном из кораблей. И он описал этот мак. Кто из них мак? Желтенький. Желающие могут залезть в угол и посмотреть, что такое Эшольц и кто такой был Эшольц. Так. Немец, наверное. Вот. Ну и русского подданства. Так, понятно. Понятно. Друзья, это овечьи ушки. Вот у нас одно ушко тут. По форме... Ой, смешного я. Вот. На ощупь описанный бархат или плюш. Вот. Кстати, большие листья можно положить между страницами толстой книги, как в старые-старые времена народ делал гербарий. И что будет? Получается замечательная закладка. Так. Даже через много месяцев она остается такая же мягкая, просто становится сухая и ромкая. А там тоже такие растут? В России такие тоже растут. Так. Это лихни с овечьей ушки, любимое растение всех детей. Они очень любят это гладить. Что, в Москве растут? В Подмосковье. Понял. Так. Я вот был советским детем, но не помню такого. Друзья, тут говорят, что суккуленты, если некоторые думают, что они могут расти без воды. Да? Ну, не совсем. Не совсем. То есть, немножечко, но надо. Иначе получается очень печальная картина, как мы сегодня видели. Вот. Я хочу обобщить и сказать, что если уже суккулент без немножко воды не может расти, то как к человеку, друзья, без внимания, без ласки, без сочувствия. Ну, любовь, это уже как найти экрана хлеб с маслом. Ну, хоть что-то. Наконец-то, наконец-то мы нашли кейл. Он тут не сильно разросшийся. Ну, такой кейл. Этот кейл. Зелененький. Называется сибирским. А вот там чуть в стороне кейл называется скарлетт. Друзья, скарлетт. Вот тут нам подсказывают, что между скарлеттом и сибирским кейлом хорошо ставить фигурки динозавров. Дети с удовольствием играют в такой обстановке. Ну, вот, давай я тебя поближе к листочку подведу. Их вообще так вот жевать сырыми не станешь. Но так если, например, на пару, то очень здорово. Капуста пока не очень. Вот я так не вижу головок хороших. Наверное, их все уже разобрали. А остается только вот такая зеленая поросль, можно сказать, несозревшая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok